Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Стараются сохранить все оригинальные элементы – дверные, оконные проемы, наличники, старые железные печи. Один из символов города – легендарный дом купца Маштакова на улице Самарской – отреставрируют к концу года. На постоянном контроле не только специалистов, но и общественников в Самаре прошло выездное заседание на месте строительства станции метро «Театральная». Получить ответы на важные вопросы в Самаре прошел единый консультационный день для семей мобилизованных. Хранят тепло рук. Жительница поселка Рощинский вяжет шерстяные носки для мобилизованных. Сохранить память о героических подвигах жителей военного Куйбышева в Самаре подвели итоги проекта событийного туризма «Куйбышев. Запасная столица». Один из символов нашего города – легендарный дом купца Маштакова на улице Самарской – отреставрируют полностью к концу этого года. Строители стараются сохранить все оригинальные элементы – дверные и оконные проемы, наличники, старые железные печи. Работы по обновлению объекта культурного наследия выполнены более чем на 70%. Как идет реставрация здания проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина – самарский архитектор Дмитрий Храмов. Какой будет подлинная атмосфера купеческого особняка и в чем его уникальность узнала Ольга Павлова. Самарский памятник деревянного зодчества, дом купца Маштакова, готовится обрести новую жизнь. Строители уже отреставрировали окна, основательно поработали над лепниной крышей и фасадами. Печи 19 века, которые создадут уникальный интерьер эпохи для нового культурного пространства, сохранили практически в первозданном виде. По мнению научного руководителя, московского архитектора Андрея Баде, цель реставрации – выявить все уникальные артефакты. К примеру, на втором этаже здания будет довольно большое окно, через которое посетители смогут увидеть чердачные стропила. При его реставрации специалисты попытались собрать все детали, которые были задействованы при первоначальном строительстве особняка. Тот вид чердака, который раскрывается, он частично восстановлен, частично воссоздан. Но для того, чтобы нагрузки от снега, влияние от погодных условий, от ветра, от дождя, от зноя, чтобы от этого влияния старые конструкции были защищены, было принято решение уже такую конструктивную кровлю восстановить. В Думе Мыштакова обустроят галерею «Заварка». По проекту на втором этаже здания планируют организовать многофункциональное экспозиционное пространство с выставкой уникальной коллекции работы архитектора Багана Каркариана. А на первом откроется арт «Купеческое чайное», где будут завариваться новые творческие идеи. Здесь возникло, и мы развиваем ее там и в интерьере, соединяя ее, эту идею, но уже через современные такие интерпретации, когда появится вот на потолке такая волна из чаинок, такие золотистые светильники. Это именно просто гостеприимная гостиная, это креативное пространство, должно быть все интересно, необычно, и, по сути, даже та чайная тема, она здесь раскрыта очень тривиально. Реставрацию одного из символов города, деревянного дома купца Мыштакова, начали на средство президентского гранта в 2021 году. Здание было построено в начале 20 века в стиле эклектика с декоративными башенками. Строители постарались сохранить все оригинальные элементы – дверные, оконные проемы, наличники, чтобы будущие посетители почувствовали подлинную атмосферу купеческого особняка. Однако для стопроцентной смысловой и творческой наполненности зданию необходимо как можно больше хороших креативных идей, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их могут подавать и корректировать все неравнодушные жители региона и города. У нас, конечно, решается главная задача, и это основное. Мы сохраняем уникальное здание, которое я лично помню с детства. Конечно, главную задачу мы решим, мы сохраним здание. Но мы же не можем ограничивать себя одной задачей. Мы создаем новое пространство. Важно, чтобы они жили, чтобы здесь жизнь была, чтобы здесь наполненность была. Коллеги, сделайте мне так, чтобы здесь жизнь кипела. После того, как завершатся все реставрационные работы, и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры передаст здание муниципалитету, особняк Маштакова будет считаться филиалом музея имени Ильдара Рязанова, отметила глава города Елена Лапушкина. Открыть новое культурное пространство обновленный дом Маштакова планируют уже к концу этого года. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре прошло выездное заседание региональной общественной палаты. Его провели на месте строительство станции метро «Театральная». Метрострой находится на постоянном контроле не только специалистов, но и общественников. Как они оценили подготовительные работы на объекте, расскажем в следующем сюжете. На стройплощадке, где в будущем появится новая станция метро «Театральная», встретились представители общественной палаты Самарской области и Минстроя, чтобы проверить, как идут работы. Здесь идет подготовительный этап. Здесь идет перенос сетей. Это самое главное для того, чтобы в будущем начались работы по строительству самой же станции. Мы сегодня убедились, что работы идут, работы выполняются качественно. Около сотни рабочих трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, Междувилоновской и Красноармейской и в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. При этом стараются в ночное время приостанавливать все шумные работы. Здесь, в историческом центре, выполняется переустройство всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий и других сетей. В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро, там, где в будущем будет станционный комплекс. Минимизация неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр, опера и балеты и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. По словам представителей Минстроя, любые возникающие вопросы решают в оперативном порядке. Производственные совещания организуются ежедневно. Контроль – непрерывный. У нас также продолжается работа по переустройству сетей, по перекладке водопроводной линий, канализационной, кабельных линий и теплотрассы. Работы, можно сказать, перешли экватор, половину, если брать общий процент выполняемости. Для электрических сетей уже проложены все защитные футляры, которые повысят износостойкость. И теперь рабочие заводят в них кабели для дальнейшего переподключения. С обновлением теплотрассы, теплосети, театр оперы и балета специалисты справились более чем на две трети. Трубы уже проложены. Рабочим осталось перекрыть их лотками, обеспечить гидроизоляцию, сделать врезку и запустить линию. Некоторые мероприятия выходят на заключительный этап, а канализация уже переустроена. Также специалисты пояснили, прокладывать трубу через улицу Красноармейскую намерены одним из закрытых способов, а именно методом продавливания. Специальная установка, расположенная в рабочей камере, давит на землю и тащит за собой трубу. Такой метод был избран для того, чтобы избежать перекрытия движения и, опять же, минимизировать неудобства. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжится и в декабре. Соблюдение условий проектной документации, норм и требований ГОСТа обеспечивается неукоснительно. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города, в том числе повысит транспортную доступность музеев, театров, социокультурных площадок, до которых с одного конца города на другой можно будет добраться за 20-25 минут. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. В Самаре построят два жилых квартала. На торги под комплексное развитие выставлены два участка. Первой площадью почти 5 гектаров в границах улиц Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улица Советская в Кировском районе. Второй в границах улиц Революционный, Корабельный, третьего проезда улица Артемовской в Октябрьском районе. Его площадь почти 2 гектара. Предельный срок реализации проекта составляет 5 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории. Сейчас на участке находятся 15 ветхих домов, а также гаражи и кладовые. Все они подлежат сносу. Начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу нового начальника управления МВД России по городу Самаре, полковника полиции Дмитрия Урюпина. На представлении присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской думы Алексей Дегтев, прокурор Самары Артем Ярыгин. Подробности далее. Личному составу нового начальника, полковника полиции Дмитрия Урюпина, представил начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов. Он рассказал, что ранее Урюпин возглавлял отдел полиции советского района ОМВД России по городу Самаре. Я думаю, что Дмитрий Алексеевич, вы все знаете, прошел все ступени. В основном это была криминальная тогда еще милиция, полиция. Прошел целый ряд территориальных органов. И последнее время на протяжении девяти лет работал руководителем советского. Я хочу действительно пожелать побольше позитива, стечения звезд, чтобы у вас сложилось. Потому что первое время не так все будет просто. В мероприятии также приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской думы Алексей Дегтев, прокурор Самары Артем Ярыгин, председатель общественного совета при ОМВД России по Самаре Александр Капункин. Глава города выразила благодарность Игорю Иванову за быстро принятое решение. Игорь Геннадьевич, конечно, прежде всего я хотела вас поблагодарить за быстро принятое решение, потому что город-миллионник, без начальника управления, ну, наверное, несколько неуверенно себя чувствует. Дмитрию Алексеевичу, конечно, хочу пожелать уверенной службы. Мы рядом, я готова своим знанием поделиться, безусловно. Ну и, конечно, уверена, что совместная работа будет продуктивной и во благо наших с вами жителей. Дмитрий Урюпин родился в 1975 году в Куйбышеве. В 2004 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. С 2005 года проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений управления МВД России по Самаре. Награжден медалями МВД России за отличия в службе третьей и второй степени. Виктория Шарая, События. Получить ответы на важные вопросы в Самаре прошел единый консультационный день для семей мобилизованных. Родственники могли поговорить с главой города Еленой Лапушкиной, военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным с представителями разных департаментов и министерств. Михаил Ермоленко узнал, какие вопросы интересуют жителей прежде всего. Оформление кредитных каникул, устройство детей в детские сады, ремонт. Это только часть вопросов, с которыми родственники мобилизованных обращаются в различные инстанции. Чтобы одновременно ответить на большинство обращений, в минувшие выходные в Самаре, как и во всем регионе, прошел единый консультационный день. На площадке Дома культуры Заря собрались представители разных министерств, департаментов, главы районов, специалисты крупнейших банков. Индивидуальную консультацию провела и глава города Елена Лапушкина. Понимая, что, конечно, у одного человека может быть большой спектр вопросов, вот было принято решение все-таки организовать такие консультационные дни, куда мы приглашаем специалистов со многих учреждений. Эта работа, условно, будет продолжаться. Я буду выезжать в районы, и там буду устраивать личные приемы семьи военнослужащих, если вдруг эти семьи на тот момент не получат ответы на волнующие их вопросы. Ну и, конечно, такие расширенные межведомственные приемы мы будем продолжать. Много вопросов звучало о социальных мерах поддержки. Сейчас в регионе мобилизованные жители могут рассчитывать на льготы, среди которых бесплатное обучение дошкольников в детских садах и бесплатное горячее питание в учебных учреждениях. Сейчас мы знаем, что бесплатное горячее питание получают школьники с 1 по 4 класс. В настоящее время принято решение, что это будут дети мобилизованных с 1 до 11 класса. Также принято решение, что все учреждения и кружки, секции муниципальные и государственные также будут посещать дети мобилизованных бесплатно. Помимо таких межведомственных встреч, консультировать и помогать продолжают и на уровне районов. За семьями мобилизованных закреплены кураторы, а главы районных администраций проводят личные приемы и индивидуальные консультации практически ежедневно. Есть элементарные случаи, когда приходят действительно жены, либо члены семей мобилизованных, и элементарных проблем, когда не хватает денег для того, чтобы собрать ребенка в школу, не хватает денег на покупку ноутбука. И до проблем, вот у нас недавно приходила женщина, мобилизованного брата-малит, не нуждаясь в медицинской помощи и в приобретении коляски. Все эти вопросы мы, конечно, тоже решаем оперативно. Такие консультации продолжатся и в будущем. Специалисты постараются решить все возникающие вопросы. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Самарского сердца хватит на всех. Представители Народного фронта встретились с жительницей поселка Рощинский, которые своими руками вяжут шерстяные носки для мобилизованных. О том, какую поддержку и помощь оказывают самарцы, расскажет Александра Гусева. Татьяна Владимировна Шик встречается с представителями Народного фронта уже не впервые. Жительницы Рощинского регулярно привозят в пункт сбора гуманитарную помощь, который изготавливает собственноручно. В преддверии зимы Татьяна Владимировна решила связать шерстяные носки для российских солдат и жителей Донбасса. Пошла к подруге по интернету, нашли номер телефона Народного фронта, связалась с ребятами. Все, они приехали, забрали. У меня дома еще пряжи есть, я еще буду вязать. На этот раз Татьяна Владимировна привезла с собой 32 пары вязаных носков. На изготовление одной пары уходит день. По словам женщины, сделать что-то своими собственными руками для блага других – это высшая степень проявления заботы и поддержки. Многие жители и организации города принимают активное участие в проекте «Все для победы», который запустил Народный фронт. Каждый помогает тем, чем может, что еще раз доказывает – самарцы – люди с большим сердцем. Большое значение на сегодняшний момент имеет то, что проект перерос уже не просто как в пункт сбора, а включение людей в общее дело. То есть сегодняшний пример – это когда человек своим участием, своими руками стремится помочь. На интернет-портале проект Народного фронта «Все для победы» можно найти всю информацию, связанную с гуманитарной помощью, в том числе и перечень необходимых вещей и продуктов, контактные номера и адреса пунктов сбора. Всю информацию можно также узнать по телефону 242-01-42. Александра Гусева, Василий Колдашов. События. 7 ноября исполнится 81 год со дня проведения на главной площади Куйбышева парада, после которого защитники отправлялись на фронт. Чтобы напомнить молодому поколению об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны, в одном из колледжей города прошел открытый урок мужества, который для студентов младшего курса провели их старшие товарищи. Михаил Ермоленко продолжит тему. Семья студента Сергея Петрушина память о параде 7 ноября хранит поколениями. Дедушки парня прошли всю Великую Отечественную войну, дошли до Берлина. Один в роли пехотинца, второй танкист. Сергей интересуется историей России 20 века, и в свободное время парень работает в музее Поволжского государственного колледжа, где учится на втором курсе. Молодой человек знает все об экспозициях, помогает экскурсоводу. Полезный досуг дает свои плоды, поэтому именно Сергею и его напарнице Ольге выпала возможность провести открытый урок и рассказать первокурсникам о параде, который в 1941 году проходил в Куйбышеве. Как мы знаем, этот парад проходит в нашем городе уже не первый год. День 7 ноября, парад памяти, очень важен не только для города, но и для моей семьи в целом. Патриотическому воспитанию в колледже уделяют повышенное внимание. На базе учебного учреждения 70-х годов прошлого столетия работает один из самых крупных военно-исторических музеев Самары. Он состоит из трех больших тематических залов, среди которых экспозиция, посвященная параду 7 ноября. Уникальные фотографии, исторические записи и артефакты, объемный пласт информации, специально для того, чтобы студенты знали и чтили подвиги своих предшественников. Среди экспозиций особое место занимает фронтовая землянка. Здесь находятся диорамы, которые студенты сделали своими руками. Одна из таких постановок посвящена подвигу Владимира Петровича Майборского. В 1944 году он закрыл своим телом амбразуру врага на одной из огневых позиций. Герой чудом остался жив. Это один из уникальных случаев в истории, отмечает руководитель музея Надежда Тюхтенева. Когда он ползком подобрался к данному цоту и бросил туда несколько гранат, пулемет развернуло, и пули попали в бок, а не в живот и в грудь. Это было бы смертельно. Долго врачи боролись за жизнь данного героя. И в 80-е годы Владимир Петрович Майборский, как почетный гость, приезжал к нам в музей, Поволжский государственный колледж и подарил гимнастерку старого образца, который нам лежает где-то. Для Поволжского государственного колледжа события 7 ноября 1941 года особенно важны. В этот день одним строем с бойцами, отправляющимися на фронт, прошли и учащиеся ремесленного училища номер один, родоначальники профессионального образования в Куйбышеве, шли под знаменами трудовых резервов после гарнизона и частей войск. Переходящее знамя несла сводная группа знаменосцев, среди которых был активный участник комсомольского ополчения 1941 года Анатолий Хуторов. Одна из экспозиций военно-исторического музея колледжа посвящена этому знаменитому ремесленнику военного времени. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Сохранить память о героических подвигах жителей военного Куйбышева призван проект событийного туризма «Куйбышев. Запасная столица». В субботу на сцене Дома культуры «Заря» подвели итоги его реализации и наградили самых активных участников памятными медалями. Для зрителей выступили творческие коллективы города. В Самаре подвели итоги реализации. Проекта событийного туризма «Куйбышев. Запасная столица». Его основная цель – сохранить память о героических подвигах жителей нашего города. В рамках проекта в Самаре проводят литературные вечера, балы во дворцах культуры и спектакли для детей. В годы Великой Отечественной войны именно в Куйбышев эвакуировали советское правительство, иностранные посольства, крупнейшие промышленные предприятия, а также золотой запас, умы и таланты страны. Город стал индустриальным центром Советского Союза, его запасной столицей. С 1941 по 1943 располагались посольства, и мы были в статусе столицы. Поэтому это особая честь Москва, Петербург и Самара. Больше нигде такой чести никому не досталось, вот как нашему городу. Выбирался государственный Большой театр Союза СССР. Прошла мировая премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Из рабочих, переведенных в Куйбышев предприятий, образовалась футбольная команда «Крылья Советов». В послевоенные годы Куйбышевская область становится крупнейшим промышленным, научным и культурным центром Советского Союза. На сцене Дома культуры «Заря» наградили депутатов и учителей, которые принимали активное участие в реализации проекта памятными медалями. За ваше участие, за нашу солидарность творческую. Мы всех вас благодарим, друзья. Равнодушных зрителей на концерте не осталось. Здесь собрались люди разных поколений. Однако каждому из них хорошо известно, что такое патриотизм и чувство локтя. Очень великолепный концерт. Очень профессионально выступают дети. Я прям был поражен этим. Очень приятно, что вот молодые руководители этим занимаются. Видимо, занимаются с душой, раз такая отдача. Напомним, в прошлом году Самаре был присвоен статус «Город трудовой доблести». Этого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад для достижения победы в Великой Отечественной войне. Что рук не погладали, ночей не спали, стоя у станков, за этот мир в тылу вывоевали. И благодарности не хватит слов. В трамвайно-троллейбусном управлении Самары началась массовая вакцинация сотрудников от гриппа. Также они могут сделать прививку и от COVID-19, причем не покидая рабочего места. Медработники выезжали в троллейбусное депо номер 2, где проводили необходимые процедуры. Подробности у Светланы Тимофеевой. Директор Самарского трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов на личном примере показывает своим сотрудникам – прививки делать нужно. В медкабинете троллейбусного депо номер 2 медики начали проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса. Процедура организована без отрыва от производства, что удобно для работников. Медики из 15-й городской поликлиники приезжают в троллейбусное депо номер 2 третий год подряд. Вся процедура вакцинации занимает не более пяти минут. Поэтому сотрудники могут сделать укол в перерыве, не тратя время на поездку медучреждения. Медсестры говорят, что сотрудники ТТУ – люди мужественные и уколов не боятся. Человек приходит, опрашивается, спрашиваем температуру, измеряем температуру, сатурацию, опрашиваем, есть ли жалобы у пациента на данный момент, чтобы не было противопоказаний. Сегодня на предприятии привезли несколько десятков доз вакцин от гриппа и ковида. Этой осенью прививки от гриппа сделали уже более 500 сотрудников ТТУ. Это слесари, мастера, инженерно-технические работники, водители и кондукторы. Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками, извините, каких-то инфекций. Поэтому, конечно, надо защищать себя, конечно, надо защищать окружающих. Обязаловки у нас никакой нету, там нигде не написано, законом не закреплено, что каждый должен делать эту прививку. Но, тем не менее, мы ведем разъяснительную работу, объясняем, поясняем. Собственным поведением пример показываем, что прививки эти делать надо. И мы видим, что значительная часть работников идет навстречу, понимает. Водители и кондукторы ежедневно находятся среди сотен людей, пассажиров общественного транспорта. Поэтому вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа проходят, не сомневаясь. Во время работы мы контактируем с большим количеством людей и хотим себя обезопасить. И пассажиров также приезжают с нами в большем количестве, приходят, также в трамваях ездят. Мы хотим себя обезопасить. Погода у нас сейчас такая, чтобы не болеть и других не заражать. Для себя безопасность. Пройдет некоторое время после прививки от гриппа и приду снова делать от ковида. После прививки медперсонал дает пациентам рекомендации. Главное, в первый день не растирать место укола. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok